Здравствуйте! С вами вновь Майя. Предлагаю вашему вниманию четвертую серию нашего видеокурса. Чуть раньше мы говорили о вашем сайте, портфолио и холодных звонках. Сегодня же речь пойдет о том, чем вам могут быть полезны выставки. Холодные звонки – это хорошо, но звонить 5 дней в неделю по 8 часов в день – это утомительно. Кроме того, помните, что методы продаж должны быть максимально разнообразны. Так у вас получится охватить максимум аудитории. Устали звонить? Вспомните известную фразу о том, что продавца ноги кормят. И сходите на выставку. Там компании показывают свой товар лицом, обмениваются опытом и всячески занимаются рекламой. Вот и вы займитесь тем же самым, только более прицельно. На выставке вполне реально найти клиентов, которым нужен сайт, или же удачно предложить какие-то разработки к уже имеющемуся ресурсу. Выставки проводятся каждый день. Бывают они самые разные – и по уровню, и по содержанию. Международные и городские, мебельные и строительные. И вот тут уже многое зависит от вашего региона. Понятное дело, что в Москве с количеством выставок дело обстоит получше, чем где-нибудь в Туле или Ульяновске. Но никто же не мешает вам вместо нескольких выставок в провинции потратить деньги на поездку в Москву или Питер. Знаменитые московские выставки, экспоцентр, крокус-экспо, ВВЦ и другие площадки заранее информируют всех желающих о своих планах, тематике, сроках, условиях проведения выставок. Всю информацию легко найти на официальных сайтах. Что хорошо, вам не нужно арендовать торговую площадку, чтобы работать на выставке. У вас все с собой. Вы больше похожи на передвижной пункт продаж, чем просто на продавца. Покупаете входной билет и все. Больше не нужны никакие охранные и верительные грамоты. Вы на выставке. Что нужно сделать для максимальной эффективности посещения? Первое. Выбрать выставку. Второе. Узнать список участников. Третье. Посмотреть сайты участников и найти слабые места. Четвертое. Продумать примерный сценарий бесед. Пятое. Подготовить расходный материал, буклеты, визитки и т.д. Итак, первым пунктом у нас идет правильный выбор тематики. Если ваша студия веб-разработок сделала несколько проектов для мебельных компаний, то и выставку подбирайте мебельного плана. Не распыляйтесь. Определите самые выгодные сферы деятельности. Подкрепите выбор собственными удачными проектами и занимайтесь потенциальными клиентами. Прицельно. Не отвлекаясь на прочих. Выбирая собеседников для холодных звонков, вы руководствуетесь похожими соображениями. Следующая важная вещь. Список участников и их сайты. Список участников, как правило, всегда есть на сайте организатора выставки. Так что с этим проблем не будет. Обязательно посмотрите сайт участников, оцените их, найдите слабые места. Только так вы сможете показать потенциальному клиенту свою осведомленность и правильно предложить свои услуги. Конкретное предложение – это то, чего часто не хватает менеджерам при первом контакте с клиентом. Продумайте сценарий. Достаточно схематично набросать предполагаемый план разговора, чтобы чувствовать себя увереннее. Решите, как вы будете начинать беседу, о чем можно говорить, что лучше не затрагивать, как перевести разговор на ваше предложение. Просчитайте ситуацию по максимуму. Только так результат оправдает ваши ожидания. Подготовка расходного материала – важная часть, о которой часто забывают. Запаситесь собственными буклетами и визитками. Держите под рукой планшет или ноутбук для презентации. Будьте готовы к возможным вопросам. Если вам не хватает визиток в самый разгар мероприятия, это будет говорить о вас не лучшим образом. В принципе, общение на выставке очень напоминает беседу в процессе холодных звонков. Точно так же нужно готовиться, да и тема разговора непосредственно касается предложения ваших услуг. Тем не менее, есть одно весомое различие. Холодные звонки означают, что ваш собеседник не готов к разговору, не расположен общаться и вообще может быть не в духе. А вот представитель компании на выставке изначально готов к вопросам, предложениям, общению, деловым контактам. Вам не нужно стараться и располагать каким-то образом человека к беседе. Нужно только заинтересовать его именно вашим предложением. Если диалог начинается с вопроса, к которому человек готов, то ваш собеседник подсознательно будет к вам расположен. Поэтому идеальный вариант – задать вопрос о новинках компании. Менеджер на стенде находится здесь для того, чтобы рассказывать о своей фирме, о том, что они хотят предложить покупателям. Так что такой вопрос лишь подтолкнет его к заранее подготовленным ответам. Проявите интерес к собеседнику и тому, что он говорит. Это лучший способ вызвать положительную реакцию на свое появление. А уже завязавшийся разговор легко повернут на имеющиеся проблемы, решить которые можно с вашей помощью. Пример. Подходит для выставки мебельной тематики. Какая интересная у вас в ассортименте столовая группа. Да, действительно, это новая итальянская поставка. Мы привезли буквально недавно. Это новая модель. А как у нее с качеством? В принципе, этой модели у нас уже где-то полгода. Так что уже есть довольные клиенты. Нареканий, в общем-то, не было, не слышал. А на вашем сайте я такую модель не видела? Да, у нас не очень оперативная информация на сайте появляется. Ну и так далее. Что мы видим в этом примере? Вы довольно непринужденно завязали беседу. Выслушали рассказ менеджера от аварии, перевели разговор на сайт компании. Дальше будет уже несложно продолжить разговор, рассказать менеджеру о минусах сайта его компании, либо выслушать его рассказ на эту же тему, смотря как пойдет беседа. Этот пример будет действовать только в том случае, если вы хорошо подготовились к мероприятию, в частности, достаточно внимательно изучили интернет-ресурсы участников выставки. Пойдем далее по важным моментам вашего поведения на выставке. Предложили провести презентацию? Будьте готовы к этому заранее. Если вы долго копаете из сумки, ищите в ноутбуке нужный файл или ворошите гору бумаг, не удивляйтесь, что к вам быстро потеряют интерес. Первое впечатление невозможно изменить, так что все должно быть подготовлено заранее. Если общение пошло так, как вы и рассчитывали, далее последует обмен контактными данными. На выставке принято обмениваться собеседниками-визитками и рекламными буклетами. Даже если вы весьма сдержаны в общении, это не спасет вас от необъятной горы бумажек. Без правильного подхода вы запутаетесь в них уже через полчаса, так что обязательно нужно упорядочить полученные контакты. Как лучше всего при этом поступать? Первое. Сразу после контакта сделать краткую запись основной информации. Второе. Сразу после выставки разобрать полученные материалы. Третье. Занести упорядоченную информацию в компьютер. Четвертое. Связаться с каждым из тех, с кем вы поговорили. Объясню подробнее, зачем все это нужно. Контакты – это то, зачем вы пришли на выставку. Поэтому пообщались, получили визитку, отошли в сторонку и сразу запишите самые важные данные на оборотную сторону той же визитки. Кратко, самое важное, чтобы потом заработали воспоминания и ассоциации. Так вам потом не придется долго вспоминать, кто такой Петров Алексей и чем занимается ООН «ОДЕЖДА». После выставки, придя домой, разберите все полученные материалы. Сделайте это сразу, потому что потом вы будете задвигать эту работу все дальше и дальше. Через неделю после выставки вам не помогут даже записи на обороте визиток. А это значит, что вы на выставку пошли просто так. Внесите информацию на ноутбук или планшет. Лучше всего в виде таблички. Так вы сможете потом с одного взгляда освежить память и получить самые полные сведения о собеседнике. Такой подход пригодится, когда вы будете обзванивать потенциальных клиентов, с которыми предварительно разговаривали, именно на этой выставке. Не нужно бросаться звонить на следующий же день. Дайте клиенту отдохнуть. Переварить поток информации и точно так же разобрать по полочкам контакты, накопленные за время выставки. Совершенно не обязательно все завязавшиеся на выставке контакты завершатся заключением сделки. Но если вы будете просто сидеть в офисе и ждать чудесного звонка от клиента, от этого будет гораздо меньше толка, чем от посещения выставки. Только представьте себе, всего за 4 часа, проведенных на выставке, вы сможете собрать не менее 30 контактов. Около 8 из них перерастают в повторные встречи. От 3 до 5 встреч при правильном подходе превратятся в контракты. Это прекрасный результат для всего лишь 4 часов работы. Выставка – это отличный способ заявить о своей компании и создать условия для расширения клиентской базы. А уж эффективность этого мероприятия зависит целиком и полностью от вас. Ну а сейчас пришло время вашей самостоятельной работы. В рамках домашнего задания вам нужно будет сделать следующее. Первое. Выбрать выставку или открытое мероприятие в вашем регионе. Выбор должен быть обоснован. Второе. Составить план посещения, указав цели визита именно на эту выставку, мероприятие. Третье. Подготовить материалы, необходимые для максимальной эффективности посещения. То есть портфолио, визитки, презентации компании, бумажные буклеты и все, что посчитаете нужным. Все, что вам нужно для успешного выполнения этих заданий, вы прослушали только что. Так что затруднений быть не должно. А я в завершении нашей беседы хочу подвести итог всему, что вы сейчас услышали. Итак, для эффективных продаж на выставках вам нужно. Первое. Правильно выбрать выставку и как следует к ней подготовиться. Второе. Не волниться общаться с потенциальными клиентами на самом мероприятии. Третье. Четко систематизировать полученные контакты и воспользоваться ими. Если вы выполните все указанные пункты, то эффективность вашего посещения выставки достигнет максимума. На этом наш разговор о выставках будем считать завершенным. С вами была Майя. У вас все получится. Удачи в продажах.